Дорогие участники, вы попадаете в 2001 год, но за скалой вас уже ждет уютный ресторанчик с живой музыкой. Красота уральских гор сама по себе зрелище редкое, однако местный губахинский молодежный театр доминантой делает для туристов путешествие по этим красивым местам еще и интересным. В этот раз на ландшафтном фестивале Тайны горы Глистовой состоялось экстремальное автошоу. Спектакль под открытым небом благородные птицы. Слушай, Крис, а что ты скажешь, если я выйду вместо тебя? Да это гениально, ну скажи! Спектакль поставили по плисе современной шведской писательницы Христианы Свенсон. Именно потому, что езди развернуться. Благородные птицы – это история полное приключений, остросюжатных поворотов, неожиданных развязок в сочетании с автогонками. Мы долго-долго, целый год с ней писали. Она хотела приехать, просто не смогла к таким-то семейным причинам. Мне показалось, что на ландшафте это будет интересно. То есть можно с этим что-то поделать. Поиск и гонки. То есть это на сегодня какая-то экстремальная такая вот семья. Это не новое. То есть это мегаполисы наши этим болеют и страдают. По словам художественного руководителя театра, на спектакле на открытом воздухе приходит совсем другая публика, чем постоянные зрители единственного в городе и очень популярного молодежного театрального коллектива. Однако Любовь Зайцева уверена скоро, и эти зрители подтянутся в театральный зал. Тем более, что, как и в случае с прошлогодней постановкой «Ромео и Джульетта», благородных птиц вскоре адаптируют для показа на театральной сцене в молодежном театре доминанта в Кубахе. Продолжение следует...